Так, начинаю запись. Все еще 28 мая. Вебинар только завтра, но тем столько, что никакой вебинар себя не вместить. Когда-то вебинары были по четыре часа и все равно не вмещали. Поэтому переписку с этим человеком, у которого тоже диагноз, учитывая масштабы, у которого тоже не профессия садовод, а выполнял профессию диагноз садовод. Поэтому давайте сейчас мы с ним разбираться будем. Вот. Итак, добрый день. Это Сергей Рыльев, Небяновск, Северный Екатеринбург. Абрикоза, Казаламур, Королевский, Баев, Манджурский, Манджурский гибридный, Сын Манджурский, Академик, Паина, Серафим, Пеший Хасанский, Слива, Венгерка, Этюд, Манджурский орех, Личина, Бедный, Бедный, то есть богатый-богатый. Так, не знаю, куда рассаживать. Правильно. У меня же большинство сходит. А давайте проверим, что получится. Сейчас пропускаем пока его адрес. Зачем нам лишнее знать. Так. Так, так, так. Получается следующее. Отправлю ему. Он присылает мне фотографии. Что-то тут наклевывается. Кстати, видите, песок совершенно сухой. Вот эти, как это бывает. Они у дороги всасывают, попадая в тепло, просыпаются мгновенно. И как губка всасывает влагу. Вот это мы имеем. Ну, вот он в руки взял один. Посмотрите. Других они. Давайте, наверное, вот так смотреть, крупным планом. Ага, вот так лучше будет. Вот эти посмотреть. Начинают сходить. Начинают. Ну, что я скажу. Поздравательненько. Лучше бы раньше, да лучше бы сам статусировал. Выход был бы больше. Спрашивают, эти уже пропали. Вот он обвел. Видите, тут рядом живя ханьки. А вот эти, да, они пропали. А знаете, что получается? Вот это тут уж от нас не зависит. Вот. Один и тот же сорт. Одного и того же дерева. А разброс такой? А одна из характеристик это отношение к... это самое, к влажности всходов. Это даже в шестом классе, помните, когда-то проходили. Ну, там было глупо. Вот. Какой-то странный человек. Видите, я уже не обживаюсь. Я назвал его странным. Какой-то странный человек придумал. Ага. И государственном экзамене там был вопрос задан. А это для всходов, ну, дружна вода. А так вот не так надо было. А надо было, как вот я сейчас объясняю. Для одних само то. Слева, видите, взошли. А в центре вот эти сгнили. Это при одних условиях. Ну, попробуй обеспечить человеку полную. Что надо делать? Что же он говорит? Правильно. Количеством брать. Вот, пожалуйста, прекрасно. Тут слага угадали. Вот. Добрали до выживших орехов. Тоже всходит. Вот он, красавец. Вот. Ещё что-то в заходу. Ещё что-то. Ну, в общем, на грани. Ну, ещё раз говорю, мне не нравится. Но всё должно всходить уже. Часть в вашем холодильнике. А часть после посадки. А не в дороге. Опять посмотрели, что там было ещё раз. Это был слева, красная, жёлтая. Китайка. Сын Ланджорца за номером 2. Вот. И ещё. Ланджорский. Ага. Ну, в общем, сад будет. Теперь. Вот его, уже его опыт. Вот ещё. Комментарий. Пока перебрал косточки и пересаживал. Проклюнувся. Прокрывал мокрой тряпкой. Неплохо. Так. Сейчас. Нашёл один. Вот теперь у него холодильник. Ну, крутоватый. Который раз говорю. Крутоватый, ребята. Это не значит, что они должны быть ниже. Нет. Особенно там, где. Может, там сегу полно. Севернее. Ну, давайте тогда это. Вот. Делайте высокие. То есть, только вот эти с полуги сделают. Ну, рядом с цветочки. Всё. Прекращайте. Вот это вот камеры. Сразу это. Мусор. Мусорные. Куда хотите. Ну, его только дало их отсюда. А это всё заращивайте вокруг. Этим самым. Травой, да ещё. Косите. Так. Ой, красота какая. Вы что, интересы, да? Вот. Как вы умудрились ещё по сине закапывать? Это и есть идеал. Которому надо стремиться. Вот возьмите самый ближний к нам. Самый ближний. Правый, нижний. Вы видите? Вот пилась косточка в этот сам. Да, идёт вниз. Это не косточка, а зародыш. Вот он уже выбросил. Два росточка. Один вниз. Корешок и вверх росточек. Вот я его поздравляю. Нет, слушайте. Наш человек. Ну, ну, всё. Я за это сам. Я говорю, кому-то из вас скоро дам дела. Вот. Что-то я нужен, когда такие результаты. Ну, красотища. Так. Ну и... Наверное, на это всё бы захочилось. Наверное, да? Всё, до места. Ага. Теперь. Вопрос всё-таки вот он. Когда их лучше высадить в открытый грунт? Сейчас у них чуть позже состоит. Только сейчас схвалил. Да ёлки-палки. Всё. Не буду я воняться. Не буду вам дела сдавать. Разве можно так рассуждать? Как можно быстрее. Считать, что уже опоздали. Почти. Какие листочки? Это, знаете, 19 век. Книга толстая такая. Обстоятельная. Предназначено, что Столыпинский переселился. Вы знаете, что там написано? Там написано. Дождётесь, 20-30 листочка будет. Выкапывайте. Делайте пикировку. Я когда увидел, что такая пикировка, это, оказывается, отрезаем центральный корешок. Вот этот. Вот. Я долго матерился про себя. Думаю, ну, ребята. Ведь вы же 19 веки. Так научили людей, что они 21-м так же делают. Вот. И получается, как можно раньше, вы почти опоздали. Ну, у вас торфяная горшочка, у вас всё получится. Ну, теперь-то присыпьте их немножко-то. У меня уже это режет глаз. Присыпьте, ради бога. Уже ждут, уже мыши ждут. Примите дополнительные меры против мыши. Вот сейчас самое невкусное. Прочное. Ну, всё. Я на этом буду заканчивать. Извините, что я последний был с полезкой эмоций. Что я отказался в авиации отдавать вам дела. Ну, ещё подождём. Вот когда вы это, вылезете этот сад, всё. Вот. Я напишу заявление, вы его подпишите. Наговорились? Так, теперь я всё это смотрел-смотрел. И я забыл опять, кто вы. Вот так я живу. Чтобы лишнее не показать. Чтобы лишнее не показать. Чтобы лишнее не показать. Выравлёв Алексей Евгеньевич. Вот. Значит, теперь получается так. Это будет ещё одна серия. Сегодня у меня уже было так. Железов-Колесников. Железов-Колесников. Ну, а дальше Сибирь-Казань. А теперь будет Железов-Уравлёв, Сибирь-Урал. Вот так примерно. Всё. Благодарю за внимание. Ну, по крайней мере, я живу не напрасно. Согласитесь. Что это. Всё это у вас получилось. Причём, не такой же огромный у вас заказ был. Результат такой. А. Позавидовали, друзья? Позавидовали? Вот это вы позавидовали? Тогда давайте быстренько заказывайте у меня сухие семена. И осенью я потом покажу. А может быть, сейчас... А я успел это сделать? Нет? Наверное, нет. Наверное, мне сейчас... А почему я должен закладывать? Я сейчас беру флешку, которую я фотографировал вчера. Вставляю. Так. И вот, вставилось. Теперь я беру и нахожу ту фотографию. Так, двадцать седьмого я. Последнюю фотографию. Позавидели с двадцать седьмого. Вот. Подойдёте. Кто торопится? Торопиться надо, как говорил мой друг, приролюбок. А мы же не блох ловим. Вот так. Так. Ищем бацать. Так. Два с двадцать седьмого года у меня вот тут. Вставить. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Я там делал свежие фотографии. Вот. И это для тех, кто рискнёт и посадит сразу. Вот. Есть за и против. То, что он был против, это буквально сегодня я прочитал письмо. Я потом его покажу завтра на вебинаре. Разве могу сюда всё втиснуть? Ну, полностью, что это вебинар. Вот. Ещё немножко ждём. Вот они, фотографии. Ищем. Идём снизу. Снизу. А, вы знаете, что это? Это пяшки у меня всходят. Сходят. Сходят. Видели? Сходят. Эту фотографию пропускаем в другую тему. Тема превьюов в другую тему. Я не успел даже разбегнуть. Так, 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 так. Так. Это мы будем проходить. Вот они. Вы посмотрите. Вам не кажется, что схожность высокая. Это прошлогодняя, которую я выбросил. Хотя я доказывал, что я вот обращусь, кажется, доказал. Вот, видите? И вот вам предстоит, кто выписывает сухие, осенью садит под зиму, и весной, или вот такая картина, или половины нет, а то, может быть, и все съедены мышами. Значит, что делаем? Правильно. Первое. Берём количество. Пока полцены, это 15 рублей косточка, абрикосовая. Вот. Для тех, у кого опухоль и онкология, есть ещё в два раза дешевле. Вот. Так. Пока лето. А потом полная стоимость. А следующий выражает полную стоимость. Вот. Хотя вот эти 24-й год выражает, ничем не хуже по качеству, чем будет 23-й год по схожости. Вот это я вам напоследок сказал. И на этом закончим остальное на вебинаре. Благодарю за внимание. Заказы за вами. Заказы за вами. Остановите. Заказы за вами.